В минувшую пятницу на нашей страничке ВКонтакте мы предложили телезрителям самим выбрать тему недели для наших сюжетов. Больше других зрителей заинтересовал вопрос, почему стоимость квадратного метра жилья в Наринмаре такая высокая. Сегодня в выпуске мы постараемся на него ответить. Итак, Ненецкий округ вошел в десятку субъектов Российской Федерации с самой высокой стоимостью жилья на второй квартал текущего года. По данным Минстроя, список субъектов с наибольшим нормативом стоимости жилья открывает Москва. Следом идут Санкт-Петербург, Камчатский край, Сахалинская область и Республика Саха-Якутия. Ненецкий округ в рейтинге занимает шестое место. Почему стоимость жилья в регионе одна из самых высоких в России и что влияет на ее формирование, узнала наша съемочная группа. Средняя стоимость одного квадратного метра жилплощади в Ненецком округе составляет 63 635 рублей. Такой норматив стоимости жилья на второй квартал текущего года для нашего региона установил Минстрой. В реальности цены на квадратные метры гораздо выше и колеблется в зависимости от конструктива строения – от 68 до 80 тысяч рублей за один квадратный метр. В этом плане округ мог бы конкурировать с одним из крупных мегаполисов. Понятно, что в Москве дороже земля, но материалы производятся практически в шаговой доступности. Если мы говорим о сметах, по которым рассчитывается стоимость квадратного метра, там заложено всего только 30 километров от производителя до преобъектного склада. Эти 30 километров не идут ни в какое сравнение с тем, что нам приходится за тысячу километров тащить, но это не учитывается. Считается, что это покрывается какими-то индексами, коэффициентами, но мы когда раскладывали все эти индексы, перерасчеты делали, они, конечно, не покрывают всей стоимости. Но это работа планомерная с министерствами, чтобы было понимание. Сложная логистика – одна из главных причин, почему в нашем регионе такие высокие цены на жилье. Это самое дорогое получается, то есть стоимость плюс доставка. Учитывая то, что регион находится в изоляции от дорог, скажем так, перевозчики морские, речные, в любом случае они понимают это и диктуют свою цену. Когда у нас в ближайшем будущем должна появиться дорога, которая будет связывать Нинецкий округ с центральной частью России, возможно, на каком-то этапе может пройти не удешевление, а притормозиться стоимость роста. Но ввиду того, что все равно инфляция есть, все немножко каждый год растет в пределах 4-5%, то есть будет удорожание, но не такое критичное, как на сегодняшний день. Доставлять стройматериалы в регион можно и по зимнику, но это будет стоить еще дороже. Река-море самый недорогой, но из тех, что мы имеем в пути, далее зимник, а потом авиация. И зимник, причем он больше приближен к стоимости авиаперевозок, потому что если идет машина, у них уже грузоподъемность невысокая. Поэтому на корабле везут, конечно, максимум. Возможно, и там подешевле получается. Местный завод железобетонных конструкций Заполярье. Часть стройматериалов для возведения домов производит на территории региона. И все же расходники везут с большой земли. По логике-то удорожания быть не может. Вот если мы говорим о том, что на заводе привезли супучие, сделали какую-то продукцию, изготовили, да, она не должна быть дороже, чем на большой земле. А дешевле? Ну, дешевле тут вопрос в зависимости от того, как с поставщиками отработают. Большая часть жилых домов на территории региона строится для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Застройщиков, которые возводят жилье для продажи, единицы. Помимо того, что дорого доставлять материалы, то есть застройщики не всегда оценивают свои возможности в части строительства жилья на территории округа. По одной причине, это по одной причине. По второй причине, то есть строить коммерческое жилье очень, скажем так, неблагодарное дело, потому что оно будет еще дороже. То есть, если на сегодняшний день у нас идет в основном средство под переселение из ветхого и аварийного жилья и социальная очередь, то если строить коммерческое, оно будет дороже. Реально будет дороже, потому что уровень материалов, отделки в любом случае будет другой. Пожалуй, наиболее привлекательные для покупателей кирпичные дома. Но и квартиры в них стоят на порядок дороже. Если финансы, как говорится, поют романцы, реальнее купить квартиру в деревянном доме. Благо, объявления о продаже в округе предостаточно. Есть множество новых квартир. Зачастую люди здесь даже не находятся. Это под снос получают. Люди живут уже в других городах, обращаются, чтобы выставить квартиры, продать. Самый ходовой сейчас товар – это недорогое вторичное жилье, в большей степени деревянное. Я думаю, это связано с тем, что люди планируют, что его когда-то все-таки снесут и, может быть, дадут новое жилье. Есть и за 70 продают, за 75 продают. Все зависит от жилья, что там остается, какой там ремонт еще. Ну, значит, деревянные дома старые, которые подходят под обычную ипотеку, бывает и до 40 за квадрат. Ну, тоже цены разные, варьируют. По словам владельца агентства недвижимости Александра Цепковатова, некоторые люди годами не могут продать свои квартиры. Если еще 10 лет назад риэлторы проводили в среднем до 10 сделок в месяц, минимум 5, то на сегодняшний день их количество сократилось максимум до трех. Ирина Никешина, Вадим Стасюх, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».